я не философ я тоже лекции троллишь и просто обожаю тема ли еще лет а здорово привет мы виделись в двенадцать первом году в польше да а до этого учились вместе а до этого вместе учились ты у зои александры блюминой в классе а я у шиня и аркашева интроба но я хочу сразу сказать чем мне запомнился вот этот выезд наш в польшу больше всего может быть твои подписчики эту историю не знают помнишь что нас гоняли на службу ксензы ну как бы можно поломать что пришли да да мы приехали до на паломничество 70 тысяч советских граждан оказались католиками до матка божка чемстаховска да и вот мы должны были ходить в католический храм и стоять на службе и один раз была такая сцена мы стояли на службе и вдруг я смотрю тема почему-то очень высокого роста прям 250 что происходит оказывается тёма встал на эту вот на которую надо было садиться тем кому тяжело долго простоять и стоял во весь рост баскетбольный такой я не мог просто я так ржал что я ушел из храма в это время и там вот такая вот история вообще там кучу интересного на самом деле с тех пор ничего не изменилось моей жизни я продолжаю заниматься ровно тем же самым да я у меня очень много произошло изменения с тех пор значит были несколько этапов я так сказать вот сейчас я себя причисляю к вполне таким традиционно православным но при этом нам сказать что вот свою такую свой разгильдейский образ жизни я как-то вот так я с ним не смог расстаться то есть он остался при мне ты что и православный разгильдей да 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 даже можно было бы сказать и более грубо от передачи вообще матери что одно время мы матерились много прямо вот в интернет фигачили один раз даже была такая ситуация мы с егором сидим разбираем лекции записанные на кавказе а у нас кавказский математический центр сейчас в майкопе и в этом центре я научный руководитель как бы ну там зам директора но общем решил сам себя называть научный руководитель все согласились и я езжу по городам по школам сельским я там читаю лекции про математику и их иногда записывают иногда записывать плохо и один раз записали так плохо что все время было как-то даже меня то ли видно не было вовсе то ли я как-то был в перевернутом виде именно писали хуевая лекция и название такое опубликовали потом даже вот если бы этого не было может быть развязка бы последовало позже а так она последовала рано собрались все мои начальники и хором сказали что они призывают меня не использовать матерные слова в эфире с тех пор их стало очень мало скажем так то есть они есть начальников или слов слов нет причем у меня как бы два вот главных начальника и оба очень-очень плохо относятся к мату а я вот хулиган с детства очень сложно русские задержаться и яму я умею без но то если что если если очень надо но если бы режим тоже возможно вот я я да я я попытался включить этот режим но он как бы получается что вот в математических роликах я вообще полностью прекратил всякий мат самая была бы интересная математика так понимаешь иногда ты увидишь там красивое доказательство просто ну фантастически красивая ну и не крикнуть что-нибудь восторженное да но приходится сдерживаться то есть я сейчас включил режим мат в 10 раз меньше чем ты благочинный теперь стараюсь но до конца не получается вот это в принципе язык общения профессионалов во всех индустриях от военных до дизайнеров поэтому я заметил это грех не пользоваться эффективным инструментом телевизионщиков то есть у меня были съемки по математике до тех пор как я стал ездить много я стал много приглашаться куда-то да везде куда меня приглашают везде сплошной мат стоит конечно это действительно заметно что там между собой операторы ну особенно если я сразу даю понять что я свой да там пару раз матернулся уже начиная съемку и тут же смотрю у всех отложила все все нормально друг с другом разговаривать как бы с одной стороны мат да я понимаю что там школьник услышав мат наверное что-то узнает не то он узнает больше чем мы уже ты не удивишь школьника если когда-нибудь все время ходишь между школьниками да ты слышишь как они разговаривают там они как дальнобойщики начиная где-то седьмого класса там мат это он как вода журчит то есть люди да они даже не отдают себя отчет что это мат они просто так общаются кроме чечни наверно и вообще просто ты не знаешь как мы по-чеченски звучит не они споруски говорят нет в чечне действительно его нет вот это кстати очень интересно значит есть от вот одно место где реального никогда не услышана улица просто никогда это невозможно при том что на самом деле русский язык там более но более применим чем войнакский то есть в чечне но в грозном по крайней мере русская речь почти везде а местная редко встречается иногда между собой чуть-чуть и мата нет и я спрашивал они говорят что это воспринимается как крайняя агрессия это это акт на нацеленной агрессии на человека это оскорбление но за которое как бы но могут призвать к какому-то ответу тому или иному в той или иной форме ну и потом поездил по другим республикам кавказа я увидел что тоже меньше мата чем москве то есть как чечне такого нигде нет что вообще нет вот просто его не используют а там дагестане скажем и в майкопе где все время бываю он есть на его меньше то есть как бы в разговорной речи вот так между школьниками его нет взрослый так чуть-чуть там словечко другое ну вот я бы сказал так что мой мат вот мой мой уровень мата сейчас это примерно уровень майкопский то есть я снизил даже по сравнению с московским но в 57 школе я матерился через слово то есть просто ну как бы моя речь на половину вот так половина мат половина не мат вообще я посмотрел на фотографию которую вот у тебя была в жж до в этом самом школьный год чудесный по моему да вот и там там вот твои одноклассники я их многих помню вот еще со школьных времен тусили по гоголям гоголевский бульвар назывался гоголя почти всегда когда ты приходишь к памятнику гоголя вокруг него сидели хипы и что-то делали кто-то портвейн пил кто-то на гитаре лобал вот да меня не взяли в тусовку а ты стремился я не то чтобы стремился но я как бы был бы не против если бы меня пригласили а я бы такой сказал что ну типа спасибо но нет я просто не понимаю радости вот этой тусовки на улице но это конечно очень сильно сформировала тоже большую часть моей личности потому что я понял что я не вхожу в тусовку и я более свободным то есть они тусуются там чтобы быть свободными а я понимаю что они себя ограничивают для того чтобы назвать себя свободными а я оставил у себя выбор не идти туда и оказался гораздо свободнее чем они у меня больше выборов очень характерная ситуация кстати я это вот ошибка логика которые люди очень часто не понимают очень очень они прямо себя вот ставят очень жесткие рамки такой 2 градуса спектра оставляют и вот только туда смотрят им кажется что они свободны на это это характерно причем этот вот обман возникает даже в очень интеллектуальных как бы сферах то есть вот люди привыкают как-то считать о некоторой проблеме ну проблема x да обозначим и за их вот неважно какая вот есть некоторые проблемы и про нее вот принято в некотором собственно считать вот некоторые вещи и в этом случае люди которые так считают они считают что они свободны потому что они считают не так как сказано по телевизору про проблему x но если их много и они все одинаково все равно считают между собой то на самом деле какая разница то есть это та же не свобода только с другой стороны абсолютно да и поэтому я тоже политики я всегда оставляю за собой право лично самостоятельно прийти к какому-то мнению никогда не навязанному ни телевизором киева не телевизор москвы грубо говоря ну не каким-либо еще телевизором либо там вот эти ну а сейчас вот пишем и мы сейчас живем в такое удивительное время когда если ты не думаешь как принято там у либералов или это каких-нибудь еще правых левых то ты соответственно как в роли известное выражение про религию да что ты не можешь попасть в рай в одной религии не попасть в ад во всех остальных если ты как бы делая выбор ты автоматически становишься врагом для людей с другой точки зрения они тебе сразу да но если раз и навсегда сделал какой-то выбор да а если сегодня сделал выбор против них а завтра за них то тебя много раз принимают и исключают ну могут простить если до этого нам вот ну там ладно это не будем обсуждать на что поделал здесь ты не понял еще но здесь ты с нами хорошо да то есть как бы тусовка часто бывает готовы тебя принять обратно с твоей друзья как бы они всегда готовы тебя принять назад поэтому если по каким-то вопросам с ними вместе они говорят ну отлично ладно ну а по тем ну ну что делать но ты сошел сейчас такого все меньше и меньше это это очень не не популярная модель поведения потому что как правило тебя за один битый пиксель выкидывают весь монитор все тебя вообще не прощают знаешь вот это интересно математики не так делают то есть математике среди математиков там вот принято эти несколько пикселей прощать вполне а вот среди гуманитариев бэдблоки не прощают все да то есть казалось бы надо их отмаркировать и просто не не писать туда остается же еще куда адресовать но люди так не могут они просто за одно отношение за одно высказывание за один поступок ты становишься полностью то есть это как ложка говна в бочке меда да понятно понятно уже бочка говна для них они не будут объедать математика в соты есть и насрал то только в соту в одну соту остальные чистые ну я я закончил школу со скрипом списал все экзамены и поступил на полупроходном балле на журфак который я три года оставался на втором курсе и никогда не заканчивал то есть я за пошел забрать свой аттестат школьный который лежал в приемной части только в прошлом году он просто не стал и не закончится у меня нет высшего образования вот и она и она дафиг не нужно круто да круто я знаю несколько таких людей я я просто вот нащупал начало вот этой модели нового всего нового отношения старая модель какая ты должен там жениться купить машину потом это на своя квартира должно быть высшее образование вот это все-таки установки ценности середины 20 века которые сейчас вообще потеряли всякий смысл частые не обязательно владеть вещами не обязательно владеть недвижимостью не обязательно владеть машиной все можно садиться на каршеринг также поздравить вот эта великая мечта что у тебя есть своя машина она полностью исчезла если раньше в нашем детстве люди когда машину парковали они снимали дворники и с ними шли домой если помнишь и магнитолу и магнитолу кого это у кого она была магнитола я потом появились на начале это поэтому появились магнитолы с ручками вот это все да иностранцы сделать чтобы ты с собой уносил это же полностью еще какая-то нафиг магнитола нужно у тебя есть там яндекс музыка в телефоне и бесконечное количество вообще вся музыка человечества просто по поиску и еще нейросеть тебя подбирает по твоим вкусам да это интересно действительно тебе подсказывают то что нужно в нашем детстве мы может быть копили плейлисты с мп-тришками а сейчас вряд ли кто-то в здравом уме будет этим заниматься с мп-тришками пластинки винил бери больше помнишь винил и конечно ну я начинал с винил с кассет в детстве у меня были кассеты да интересно насчет иметь не иметь это такая философия вот мои молодые ребята друзья волонтеры коллеги да они я вижу они не стремятся иметь они берут как-то вот шарит шарит шарша как это называется каршеринг шарит на тебе что самое главное те же самое главное иметь возможность получить доступ к какой-то материальному материальному предмету тогда когда он тебе нужен если тебе надо поесть суп ты можешь поесть из тарелки те не обязательно владеть это тогда да заходишь столовую если тебе не дают супа вот эта проблема тогда конечно у тебя голод и все такое это плохо поэтому когда-то в таком первичном накоплении вот этих материальных ценностей для человека было важно хоть что-то и мы за двадцатый век невероятно разрослись настолько что теперь это стало переизбытком в 19 веке у человека может быть было 10 предметов собственности вещей было очень мало ну что у тебя брел ложка и и крынка и все и и там одежда какая-то она сама если не было пяти пиджаков у тебя была одна одежда и может быть один парадный костюм все остальное вот никакого засилия вещей в домах не было там у какого помещика наверно было больше не были картинки на стенах которые тоже олицетворяли благосостояние и и он некий визуальный ряд разнообразили в нем могли быть какие-то сервизы и еще что-то но все равно то сколько вещей научились делать показательное было то есть он не использовал ну то есть иногда выставлял к не это конечно демонстрация демонстрационное потребление дача это как одежда у священника ведь он наряжаясь как сорока которая украла все что блестела вокруг он же это делает это некое демонстративное показание того что что у тебя все хорошо что тебе вот все жители деревни принесли некие подаяния поэтому тебя церковь выглядит так богато в отличие от протестантской скажем да православный храм на знак того что тебя любят твои это нужно общество ведь православный храм похож на какой-то буддийский или индийский вот в смысле разноцветия и вообще благолепия то есть там должно быть все в картинках все в золоте все в окладах везде на счет весят какие-то ну душит наше общее но как бы это не ассоциируется с тем естественно это не владеет им нет никто не думает что это личное состояние священника конечно же мы все понимаем что общество пока она здоровая она все самое лучшее снесло в некое центральное место для того чтобы там этим любоваться богато здесь а если у кого-то дома также это ну не очень как бы хорошо то есть к этому относятся всегда с неким таким с порицанием если кто-то слишком демонстративно у себя дома то же самое устроит все как бы к этому стремятся но но это старая дам смысле модель вот ты рассказываешь про ту которая из желать уже и что что она конечно себя изживают у меня есть вещи которые я подолгу очень имею я к ним привыкаю то есть они как бы вот уже ну вот если я ее заменю на съемную там будет все не так там компнис ну там чем-нибудь конь функция не сработать я как бы я прилипаю к вещам но таких у меня мало машина вообще я не вожу про просто я никогда в жизни не водил машину но это кстати удобно да потому что я не могу врезаться ни в кого там не надо думать о том что задумаешься я на велосипеде иногда сяду на велосипед еду как-то задумался о чем-то задачу там в голове решая задачи вдруг что вы делаете это значит я теткину сумку какую-то протаранил ни с того ни с сего не заметил просто но на велосипеде как бы ты не можешь принести увечья там человеку если ты можешь так задуматься тебя конечно лучше за руль да и я конечно нет без руля точно никогда не планирую за руль сесть телефончик у меня тоже 3210 но чем он так плохо он разъебанная зимняя из за выражение много раз уже падал там и он иногда нажимаешь и две клавиши одновременно нажимается или 3 то есть мне давно его пора менять но я к нему так это fly что ли но это великий индийский бренд это индийский на телефон ну индус владеет компанией на телефон а вьетнам тайваньский но в общем да и вот эта машинка до к новому я не могу я не могу к нему привыкнуть потому что не обесит когда мне подсказывают что я хочу написать я не знаю даже как ты сможет включить как математик но может быть но это тоже надо вдумываться как-то во что-то то есть я очень очень консервативен просто ужасным консервативен я вот это вот телефон этот вот а мне ровно наоборот я быстро до 1 нет я прочитаю что все должно быть так как мне удобно и все что я захочу должно быть исполнено поэтому если я хочу чтобы мне не подсказывалось я тут же захожу в телефон я знаю что там должны были эту функцию предусмотреть и тут же ее либо включу либо отключу по желанию да я считаю что все вещи вокруг меня должны исполнять мои хотелки да не жить своей жизнью да ну просто а с какой стати столько всего изобретено придумано сделано и накручено что я считаю что все мои хотелки даже самые экзотические которые могут появиться они должны будут сейчас реализованы и поэтому когда я все время нахожусь в этом режиме поиска вот этого комфорта все время что-то выясняется что где-то кто-то не придумал или не сделал и вот это раздражение того что не получилось то что мне надо это становится основой изобретений дизайна и вообще всего остального то есть я нахожусь в режиме постоянного раздражения вот это интересно то что я то всегда меня всегда если честно у меня есть компьютер да если какая-то функция перестала работать я думаю какого хера кому нужно вот кому мешало так все было отлично и и жена говорит потому что там потому что у тебя на самом деле как бы большинство уже компьютеры новые и они настроены вот на то а твой просто на это не реагирует тебе там типа надо менять компьютер да у менять компьютер это для меня такое действие это как ну просто вот ну я я не я не могу на него подвигнуться он уже как бы но вот недавно я или новый компьютер раз в год как по часам каждый каждый год меняю просто меня с двенадцатого года вот тот который вот вот так что мне подарили новый компьютер вообще мне я как бы я обычно использую то что мне дарят то есть я сам но когда я по жизни у меня нет понятия что я чего-то хочу обычно просто вокруг появляются какие-то вещи которые мне дарят на какие-то там не рождение или просто так и из них постепенно складывается то что я использую то есть вот как бы остальные лежат на даче но вот про тебя я знаю что ты объездил все стороны мира поголовно все вот сто процентов да и значит явно это то что как называют гештальт да не закрытый был то есть ты должен был его за ну и я закрыл и все да да у меня слишком тоже гештальт но он не закрыт все регионы россии называется вот и давно посетил ты давно уже был до везде до 100 процентов все 100 все все регионы россии все штаты америки и все регионы франции мне еще 8 остается у меня в европе вообще остается только один регион это остров боронхолм у дании все остальное закрыто там все все что есть а ты прямо вот по муниципальным делениям до их то есть совсем маленькие вот границы ну нет совсем маленькие это немножко можно с ума сойти это как голландии сколько у тебя например 6 или 7 да где-то вот это фрис ланд ну да что то просто понять о чем речь что вот эти вот кусочки ты все посетил нас есть такой сайт где сумасшедшие путешественники вот отмечают закрашивают карту вот при там есть некий алгоритм как что-то среднее между размером географии и населения и интересностью делятся то есть в россии например там не 84 региона у них будет а там 100 или 110 потому что какие-то какой красноярский край он слишком большой чтобы считать за один регион его там как минимум делят пополам у меня все непрофессионально я езжу но я даже не помню я когда-то поставил задачу посетить 1100 российских городов все и в какой-то момент я решил что я проверю сколько я уже посетил ну там было понятно что 500 есть там 600 еще допустим нет или ну около в общем где-то между 500 600 но когда я начал выписывать их у меня появляется вот этот город так вроде я проезжал его но уже не помню вот этот тоже я не я то ли был то ли не был не могу не поставить крест неопределенно сказать что еще здесь креста нет то есть у меня вот с этим тогда что для тебя посещение города из не очень понятно если честно нет мудрой на меня крайне иррациональная вещь я вроде и хочу его посетить но не знаю может я уже там и посещал уже когда-то я посещаю с конкретной целью до чтобы там быть сделать слепок души города или место я хорошо запоминаю я запоминаю все особенности все детали потом их вспомнишь через год если там вы их и через десять лет помню независимо в них попер фотографирует что-то не рассказа до памяти реально но я помню где какую урну я видел я вот через год проблема в чем что я на самом деле могу свою задачу ставить каждый год заново потому что но мне было мучительно трудно вот в этом году понять в каких именно двух городах севера я побывал год назад и два года назад там вот есть некоторое количество городов которые я еще не все объездил с алихарт новой рингой ноябрьска сургут нижний вартов сканта мансийск и это была реальная задача для меня вспомнить мне пришлось лезть в записи там написано ноябрьск был был сургут ну то есть я просто вижу по в принципе я могу восстановить много потому что в компьютере у меня есть файлы осень 19 весна 19 8 18 весна 18 там ну и вот туда в глубь 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 где-то до 13 года когда это начал делать записано все где я был вот то есть за последние семь лет я могу восстановить практически все все места где я побывал а по маршруту понять в каких городах я как бы проезжал тоже непонятно там засчитать что засчитывать что и что не тут я ехал по чечне на поезде до из грозного в армавир и выходил на станциях прогуливаться но удар мес я был или нет мудромеси наверное нет нет то есть как бы я почувствовал конечно подошву земли но засчитать это нельзя он у нас в клубе путешественников конечно там нормалисты есть там есть люди которые приезжают на границу четырех штатов делают круг два метра составит 4 галочки и выезжают это вот это реально жопа я так никогда это жопа это сам себя как бы то есть это вопрос когда люди начинают вот сначала придумываешь себе какие-то критерии типа я должен посетить все страны и они для них это становится спортом это же болезнь как у любого коллекционера когда он начинает просто выполнять формально какие-то требования для того чтобы коллекция считалась коллекции или экспонат считался экспонатом и для кого-то это перестает быть удовольствием становится уже такой навязчивой идеей просто вот как можно больше этих галок мы да понятно его и заменяется задача на самом деле побывать на задачу себя убедить в я вот специально оставляю на самом деле когда я посетил все страны мне не стало легче не стало хуже потому что я понял я во-первых потерял всякий интерес к этому я понял бессмысленность этой задачи вообще то есть я зря старался это конечно очень клево дайте на самый верх ну и что из-за твоей памяти вот мне проще я забываю бессмысленно подняться на эверест чтобы что ты ничего нового не узнаешь ничего нового не увидишь поэтому я перестал и просто тут все собирательство я про полностью отпустил просто бросила ради просто ради кайфа я приезжаю для того чтобы прийти приехать в хороший ресторан переночевать хороших гостиницы погулять получить кайф от города просто для себя хотя я все равно фотографирую все но будут писать отчеты это никуда не девается то есть просто как бы жить так и продолжается ты едешь где-то пишет отчет публикуешь там и запоминаешь на всю жизнь запоминаю я независимо да вот запоминать я не могу вообще того что я даже помню многие места как раз через еду я могу помнить что в каком-то месте к что я ел на обед и это я могу помнить и через десять лет и через двадцать я вечером сегодня не вспомню что я сейчас съел что джина положил то и ел это на самом деле очень важная мнемоническая привязка это у меня на сам настоящая цель у меня это лекция по математике то есть все равно объезд всех регионов это скорее вот я бы так сказал меня как бы ждут но в разных регионах с лекциями по математике вот я приеду школу там буду встречать там будет круто там кто-то из школьников будет всегда понимать хорошо я буду очередной раз убеждаться во мнении что куда бы ты не залез совершенно любом месте россии там вот два-три человека ну в гении на самом деле то есть если их развивать и вот как бы я я всегда очень люблю это увидеть снова и снова и езжу конечно я на самом деле для этого то есть я держу чтобы преподавать но как бы задача объездить регионы становится естественной в этом плане говорить изюм отовсюду да 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 я я как бы хочу побывать на чукотке я еще не был на ней я хочу бывать на чукотке я не могу сейчас понять если бы надо ли школы которые меня могли потому что чтобы два гения но должно быть да и вот как бы что они сейчас делают и где они учатся это вопрос у меня как то же самое я считаю что в каждом городе есть один хороший дизайнер я их со всей страны а ты дизайнера до собираешься весна две трети сотрудников студии не из москвы и 15 граждан разных стран из 15 стран я считаю что очень важно брать иностранцев на удаленке да нет а все живут и работали здесь здесь конечно перевез там я перевез потому что очень важно чтобы была другая культура которая варится здесь пересечении культур дает самый лучший результат конечно конечно вот почему мы сейчас на кавказ очень сильно с математикой двинули первое там очень много рожают а если много рожают то гений будут рожаться тоже в числе прочих то есть это как бы совершенно просто аксиома и второе там где много рожают там как бы ну вообще движ вот идет у меня было два посещения сейчас рига и сразу грозный вот осенью вначале я ездил в ригу через примерно три или четыре часа путешествия по городу я говорю жене я говорю что происходит где хоть один ребенок они вообще здесь есть или нет она ведь слушай не надо ты сейчас на свою волну настроишься ну понятно какую да там я квасной патриот да я сейчас буду объяснять как тут плохо тут даже не рожает она где ты просто не был на окраине там наверняка есть нормальное количество детей а в центре и в москве нет детей никаких да то есть сейчас не надо то есть вот это не будет аргументом на самом деле не начинай да не начинай нет это неправильный аргумент если мы поедем на окраину и там нет площадок и школ вот это будет интересный вопрос но как бы на окраина мы так и не съездили на лекции было около 200 человек в риге русскоязычных но при этом латыши тоже были и они ну как бы они после я поговорил с латышами и так все равно получил подтверждение всем представлением без всякого как бы на надрыва и без накруток вот и в этом в этом плане да действительно в риге очень латвию очень мало рожают очень много уезжают из страны и когда после этого я приехал в грозный и обнаружил там просто везде дети понимаешь они просто ну вот на каждом шагу в гимназии куча классов в школе куча классов все яркие все интересные все как бы пышут вот какой-то такой движухой да они хотят слушать эту математику им это интересно вот и понятно что математика будет питаться оттуда конечно будет потому что где дети там мы будет будущее поколение математики вот так что это 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 я полностью согласен что вот культура там где жизнь вот нужно ее хватать сюда и здесь будет как бы за счет них тоже она прорастать это точно да а ты прям настоящих иностранцев возишь или тоже как бы настоящих то есть даже не русскоязычных да прям вот иностранцы иностранцы да и на стажировку приезжают и просто на работу это очень важно да здорово что я знаю по своему опыту я прожил один год в америке и это мне это когда мне было 15 это еще до или нет это в середине школы а я один год я был в америке да и это дало поскольку мои 15 лет еще возраст когда нейронные всякие там связи еще открытые дальше не вне все там устаканилось это супер мега полезно и супер прям хорошо потому что я для меня английский это язык получения знания сейчас я не полюбил америку но то как америка умеет учить конечно навсегда изменила меня конечно я очень благодарен потому что мне мне подарили инструмент вообще познания мира я не хочу из русской википедии я ищу только в английской людей которые ты забираешь оттуда они здесь ты даже не переучиваешь на русский язык да ты зачем просто ты даже с ними на английском обещаешь у меня есть единственный может быть талант который есть у меня это я умею находить людей которые талантливы но об этом еще никто не знает в числе их самих числе их сами они тоже могут знаешь как бывает женщина которая она не знает что она красивая а ты же видишь и понимаешь что блин красивее не бывает вот так вы такие же открытия бывают у дизайнеров он может сидеть и совершенно не понимать насколько он ценный и какой у нее потенциал и что он главное будет уметь через три года я знаю поэтому я приглашаю мне важно чтобы просто вот внутри была нужная заквасочка это единственное что меня волнует все остальное любые знания можно человеку дать и можно любые вещи объяснить можно сколько угодно книжек ему дать или сайтов почитать это вопрос технический да главное что была способность обрабатывать полученные знания и и решать задачи способность нельзя подделать ее нельзя вот если просто идти если бы просто кидал кличи или просто брал бы людей которые говорят что вот мы дизайнеры дайте нам задачи это бессмысленно потому что это абсолютная трата времени кпд просто такой смехотворно низкий что нет смысла на него полагаться и смысл тут брать людей с потенциалом и дальше все само случится а увидеть потенциал для этого вот нужен мой выпуклые военно-морской глаз да понятно понятно что то похожее в математике происходит безусловно то есть когда ты ведешь даже там совсем маленьких ну уж там с 4 с 5 класса точно ты видишь насколько поворотлива или не поворотлива он воспринимает конструкции которые ты ему впариваешь да там объясняешь ему обратной операции да там вот а умножить на b равно c а если мы ищем b если нам c и а даны вот что это такое это деление называется да а если мы возведем в степень а в степени b равно c то тут уже зависит от того что ты ищешь то что сверху или то что снизу то что не перестановочно 3 в 4 4 в кубе это не одно и то же а трижды 4 4 3 одно и то же конечно поэтому операция там одна только одна получается деление здесь целых две одна дает корень другая логарифм но вот если ты все это там человеку начинаешь объяснять да если он там схватывает и уже через пять минут решает задачи на эту тему то значит как бы тут не безнадежно не безнадежно да то смысл есть и скорее всего там скорее всего уже это означает что он может стать нормальным математиком дальше вопрос в том готов ли он на то чтобы стать немножко оголошенным по жизнему ну вот реально другим вот совсем а вот ты уверен что странность должна прилагаться к профессии наверное для того чтобы хорошим дизайнером не обязательно красить волосы в синий цвет это это случайное совпадение то есть то что я похож на дизайнера не значит что это требование профессии вот ты говоришь что если ты математика должен быть такой как перельман типа там деньги не надо спасибо не помню что ел вчера ты знаешь математика она такая как это я бог твой не было чтобы других богов вот то что ты написал что это что-то какой-то треш да ну там ты 5 я видел твою запись мне очень понравилось там вот формула что вот формула про иисуса христа и смерть мне она соль очень понравилась по-моему она вполне так по-панковски правильно отражает суть христианства то есть я не я не вижу здесь того с чем бы мой православный дух пытался бороться а вот насчет да насчет бог глуп ой бог дурак да ты написал ты знаешь вот наш мир описывается такими дифференциальными уравнениями которые дурак просто никогда не выдумает мы еще не почти ничего в них не поняли на самом деле то есть вот самые лучшие умы человечества еще не достигли там не знаю шестилетнего возраста бога который создавал этот мир с помощью этих уравнений то есть тут я никак не могу согласиться идея следующая что я свои же два разных бога есть бог создатель как бы вот вся вселенная это борт кигене ну там вопроса нет что это вообще не подвластно мы пытались логика из одного дня бог утилитарный который которому молятся которых дождь и посылает который там разруливает как обрадима это шаманское верование чем отличаются шаманисты ты же не тянет не шаманист нет ты же не ходишь в церковь для того чтобы вселенной поставить свечку правда вселенная не нуждается в свечке но свечка же это что такое я когда ставлю свечку я значит говорю что я это время буду молиться на самом деле что такое свечка же не формуле будешь молиться да нет конечно не формуле днк гораздо круче любой библейской притчи но она тоже создана каким ну вот я готов я его она создана богом но этот бог не нуждается в деньгах за упокой души нет здесь вопрос только в твоем неком мысли настроение вот то есть ты настраиваешь вот допустим вот этот бог который про твою мысль настроение вот он дурак ну да потому что это нас вас это просто человеческий но я понимаю самый большой начальник а вот тот бог который вселенная он он вообще ему совершенно что-то о нем думаешь но все-таки как православие он один раз стал человеком значит связь более трудная она такая многоуровневая то есть ты можешь обраться вот эта притча была нужна в какие-то доматериалистические времена сейчас когда мы вот это все видим нам можно как-то усложнить немножко фольклор я понял смысле притча нет заповедь про то что я от бог один и нет у тебя других богов да или ты другая мечта нет я вообще все вместе между то есть заповеди тоже к это все помешь весь ближневосточный фольклор двухтысячелетней давности которые еще первые 300 лет никто не вообще всерьез не рассматривал да пока он там вдруг кому-то не напекло голову он непонятно какое имеет сейчас к нам отношения там есть безусловно человеческие ценности которые до христианства существовали вообще вот все все мысли конструкты вот там как бы идет некоторые мысли конструкт вот я как раз на примере вот этого я твой бог да вот как это в раз надо она страшно звучит как это так я твой бог я бог ревни издая не будет вся других богов она звучит как-то очень ну ну вот отталкивающе да но если мы посмотрим во первых из этой фразы мы можем понять что другие боги все-таки есть ну там тебе приходит бог говорит я у тебя буду а ты на других не я не смотри если бы не было других так и не надо было бы города но если ты приходишь там в церковь скажем в иркутске да и начинаешь обсуждать что выйдя в байкан водочки лил ну духом чтобы не было сторона дорожку на что говорит батюшка он же не говорит что их нет это все вздор там батюшка не это говорит он говорит вот с ними не общались не надо их и подкармливать молись богу отцу все ну то есть как бы это и так признается что там есть какие-то еще вещи вот то есть вопрос обработки общения с ними как вот это делать это какой степени с ними можно общаться вот а другой батюшка говорит ну все секают да и ты секай в чем проблема просто забудь об этом тут же ну сделал приятное как бы вокруг людям которые с тобой на корабле идут вот но то есть этого отрицание то что какие-то другие сущности есть просто это как бы имеется ввиду что если ты не сосредоточься целиком на вот одном настоящем боге да то тебе чего-то там не будет но вот с математики то же самое если ты вот не не весь ее ты ее не сможешь действительно офигенно глубоко понять ну как бы в каком-то смысле пирельман это единственный вариант действительно быть ну совсем совсем наверху то есть он как монах в монастыре получается да он полностью посвятил себя таким да был таким то есть ничего фактически он ничего другого не делал сейчас он утверждает если вообще можно говорить час он давным-давно не давал никаких интервью никому но последние какие ты с ним общался нет а я не знаю как это сделать то есть я бы довольно много отдал за то чтобы с ним пообщаться но это нужно чтобы он согласился в математике нет такого что если ты на каком-то уровне шаре что тогда люди сами друг другу выходят на встречу переман исключения если ты его не может ничем удивить это раз это точно так он же знает что то что тебе интересно то есть ты хотел бы это точно вот как бы верно оба утверждения первое что он знает многое что интересно мне и мы он представляет собой не только пример математической судьбы фантастического уровня но и всего подспудного с ней то есть всего что вокруг вот принципе вокруг у кого персоны связано мне было бы интересно но верно также то что мне ему нечего показать и нечем его привлечь вообще поэтому на сегодня задача кажется нерешаемой и гораздо более серьезные люди чем я пытались ее решать что это могло бы быть что могло бы чтобы в какую сторону мог разу пойти чтобы он например заинтересовался но он должен был бы понять что мы с ним клево поболтаем нет это понятно я между как клево болтаем о чем какую область может пробую проблему но про что-нибудь что вот в чем он не разбирается так как математики то есть в чем-то что если ты веришь что с другими путем ему ничто в математике не может быть интересно в тебе да я думаю что да то есть я думаю что это абсолютно военнирование то есть по любой области математики которую я знаю он знает и лучше это надо просто полная гарантия есть кто-то кто какой-то области математики знают лучше чем он думаю что да но эти люди не не ищет встречи с ним они заняты своими делами то есть это я как как каждый популяризаторы и в этом плане я не глубоко и всюду а есть люди которые как бы глубоко в одном месте из еще менее поверхностно еще более поверхностно других но они вот в своем месте как бы сидят им переман ну не нужен со своей топологии да я понимаю как все устроено то есть он действительно но как бы вот это отречение нет что-то в этом эту заповедь надо читать так что вот постигая что-то вот действительно по-настоящему в какой-то момент и отрекаешься вот реально отрекаешься от остальных вещей и именно так не то что бог ревнивец твое внутреннее состояние становится таким что ты сам становишься играть но ты сам себя ограничиваешь чтобы это постичь эту математику которая есть поэтому да все таки все таки вот прям настоящим математиком вряд ли может стать человек с нормальными светскими ценностями отличное утверждение хорошо что я не ну то есть не хорошо это я я не зря не пошел в эту сторону изначально да но заинтересоваться математикой видеть в ней какую-то такую вот сокровенную красоту может человек совершенно почитывая ее на ночь собственно я думаю что я дашь мне на ночь почитать да я думаю что у меня есть называется математика для гуманитариев так это для меня и написана она именно для тебя и для всех кто тоже ну как бы вот грубо говоря кто хорошо разобрался в совершенно других ветвях человеческого знания и так дорогому теме от автора в качестве чтения на ночь так и напишем вот и возможно что что-то интересное ты здесь найдешь спасибо успешность точно не измеряется в количестве денег на банковском счету успешность это прежде всего востребованность и востребованность прежде всего для самого себя если человек осмысленно живет все остальное вообще не важно то есть успех означает что ну как бы вот все идет своим чередом я даже не знаю как искать но вот я сдаю там завтра поеду смоленск буду там послезавтра правда буду там читать лекции да а потом значит я а завтра мытищих у меня урок то что востребованность крайне важно и все и ничего в принципе мне не да я про деньги я даже не очень думаю я исхожу из следующего что у меня много друзей у которых много денег поэтому я сам не коплю их и на самом деле все время живу в долг как как только есть возможность взять ипотеку и купить квартиру я тут же это делаю вот и уже там несколько раз этот трюк повторил потому что там жизнь сложно складывалась была одна семья сейчас другая семья и все время но требовалось естественно квартира каждый раз но я же не буду отнимать бывшей супруги квартиру понятно вот поэтому все время требовались новые квартиры я поэтому всю жизнь жил в долг и я как бы я наверное я бы мог поставить отдельно задачу выйти в плюс но вот почему-то она у меня как-то не ставится она не напрягает меня ситуации это долг и долг просто как бы деньги в этом плане вот нужны но там как я отношусь деньгам да не знаю не понятно как ну как бы если очень надо я просто позвольте на самом деле людям и очень попрошу это значит что на самом деле ты очень конкретно к ним относишься ну то есть если они нужны я знаю что надо сделать ты относясь к ним вот так это и есть твое отношение это значит все равно иначе что ты назначил роль деньгам в жизни вот такую да деньги живут в карман и тебе не обязательно и и отлично вот а успех это я бы сказал что я вообще не знаю хочу ли я примерить свою жизнь к вот этой шкале успеха не успех я до этого думал что успех допустим это достичь всего чего я хотел достичь да но это тогда я не очень успешный человек я очень много чего хотел вот но с другой стороны локальных рычагов вот сказать в какие моменты я нажал не те рычаги я не могу казалось что я во все моменты нажимал вполне естественные рычаги и шел вполне естественной дорогой и в этом плане ни о чем сожалеть например мне не приходится значит наверное я успешный потому что если бы я был не успешный значит я где-то что-то неправильно сделал а тогда бы возникло сожаление вот наверное вот так такой правильный ответ будет если уж говорить об успехе а так у меня жизнь идет по какой-то инерции она вот просто идет идет я выступаю выступаю на канал чтобы записываем потом где-то меня попросили там откомментировать какие-нибудь решения каких-нибудь министров я их комментирую ну детей воспитывают в общем как бы жизнь как жизнь ну я считаю что я и математика вообще никогда вместе не встречались до сегодняшнего дня ну да пока вечером не сяду читать книжку я в школе договорился у меня был учитель альтшулер а и есть договорился что я не хожу к нему на уроке он не ставит три в году и 2 я такой договор был с физкультур ником с джемсом владимировичем ровно смог договориться я вообще всегда учился отжиматься и потягиваться так что для меня начнет жизни не дрался никогда потому что разговором можно гораздо сильнее гораздо эффективнее решить любые свои задачи да это тоже я почти наверное почти никогда нет поэтому я договорился с математикой что ее в моей жизни нет потому что я какие-то вещи которые как бы я чувствую что есть математике вот вся красота конструкции и самое главное когда ты открываешь что-то чего как только что как бы не было но ты это вот ну да хитро покрутив кубик рубика там к этому пришел какие-то аналогии в том чем я занимаюсь они существуют но именно с помощью математических средств я когда вижу формулу я сразу выпадаю в осадок все я вообще не понимаю что это потому что ты ее не ухватил за хвост я прекрасно я хочу ни о чем на свете думать как а b c и d это меня просто вот почему а и b я не хочу дайте просто кубик и пирамид суши а можно я чуть-чуть напрягу вот чуть-чуть ну давай просто давайте поставим сюда доску а ты меня сейчас унизишь публично не они не наоборот я просто тебя вот я сейчас делаю так что тебе будет интересно но попробуй только единственно я тебя приглашаю сейчас к некоторой игре вот сейчас что-то будет зачем-то делаться я всегда готов да значит мари игра такая почему-то мы хотим что-то строить с помощью цирку или линейки то есть проводя прямые окружности ну вот почему-то нам хочется это делать это со времен евклида почему-то считается очень классно интересной игрой и в нее играли 200 тысячи лет назад с лишним пока не выяснилось что в этой игре можно прописать точную выигрышную проигрыш на стратегию то есть что то что требуется можно построить и тогда понятно как а что то что требуется в принципе нельзя и можно доказать что нельзя но когда-то 200 тысяч лет назад люди начали строить разные фигуры ну например просто квадрат построить проводя прямые и окружности да но это там это довольно несложно мы должны научиться проводить значит перпендикулярно линию перпендикулярную ну помнишь до прямой угол вот слова ты дизайнеру да не буду висеть что прямой угол я сошел ты знаешь это вот я беру оконить окружность любую а теперь из этих двух точек провожу значит окружности ну например вот таким двойным радиусом можно каким угодно другим и понятно что тут объяснять ничего я слышу перпендикулярно даю занудствовать и объяснять это я не буду ты зачем нарисовал вот эти две другие вокруг это это окружности вот этих радиусов то есть я игра такая что мы имеем право арестовать только окружности прямые такие вот и тогда мы можем построить перпендикуляр если они начали его не мог построить они от ну может быть как-то иначе мог но пап практически самый простой способ такой а как-то эти окружности поставил вот сюда то есть то есть я взял вот эту точку любую взял любую окружность абсолютно с этим понятно циркулем да да ты вот эти круги вписал в эту же конструкцию как а я взял вот здесь поставил цирку и вот такой раствор получилось вот такая окружность потом сюда цирку и вот такой раствор и получилось вот окружности руки и ясно что они пересеклись как раз там где вы то есть ты у тебя в начале в основе лежит линия я ее по нарисовал сам тоже я сейчас хочу нарисовать квадрат на самом деле с помощью проведения вот таких руки но ясно что дальше элементарно все делается я провожу отсюда перпендикуляр уже тем же методом сюда откладывают тот же отрезок перпендикуляр вниз квадрат готов а теперь представь себе что тебе задали эти странные игроки задача построить правильный пятиугольник с помощью церкви линейки евклит справился но как хитрожопа ужасно хитрожопа и красиво сейчас я тебе покажу значит то есть раньше же просто знаете какой угол тебе нужен значит есть какая-то набор приемов которые еще говорили что ты не любишь математику ты сразу смотришь корень нам нужен угол правда весь угол 360 их здесь 5 значит это угол 72 нам нужно научиться строить 72 не 90 как надо что строили так хорошо значит что у нас есть 72 72 у нас есть вот такой треугольник вот я когда вот эту задачу решил дома мне ее задал раф помнишь рафаил калныш гордин ну у меня его не было но он был в школе значит он дал задачу ну вот мы строили пятиугольник он говорит ну собственно построить надо вот это потому что тогда мы будем иметь угол 72 и тогда мы его отложим пять раз и все готово так вот внимание проведем здесь то что называется бисектриса это значит что угол вот эти два угла будут одинаковыми это тоже можно сделать циркулемой линейкой совершенно элементарно ты берешь любую окружность проводишь так и теперь отсюда той же такие же две окружности тех же радиусов у тебя будет нас провел два любых радиуса подойдет абсолютно любых вообще просто произвольно просто где все пересечется там у тебя там будет . ровно на бисектрисе соединяющего тяну есть наш провели здесь бисектрису а теперь смотри что происходит это 36 36 это 36 36 помнишь такая штука равные отрезки будут равнобедренный другой другой а теперь смотри на этот треугольник вот здесь у него 36 как-то читерского какой-то сейчас такое читерство будет а здесь сколько ты как карточный фокусник ну там тоже будет 36 нет давай посмотрим здесь 72 а сумма углов треугольника должна быть что тоже тогда получается что вот этот вот этот имеет те же углы что вот этот а а б с а тут d то есть вот смотри вот этот вот а б д он равнобедренный у него вот эти две стороны равны вот это тоже равнобедренный значит это тоже та же самая страна туда и кроме того вот этот треугольник под подобен как мы говорим вот этому то есть у него одинаковые углы но есть одинаковые углы то пропорции одинаковы да как дизайнер ты наверно отлично значит такой пропорции да то есть отношение этих двух сторон такой же какой эти двух теперь я хочу понять если вот это вот единичная фигня да ну единичный отрезок какой-то мы обозначили его за единицу мне нужно учиться вот вот это вот вот находить вот это на самом деле чтобы все построить ну вот вещь вот тут как раз придется написать x потому что потому что не знаем да мы время на его не знаем но если это x то это x минус 1 потому что видишь вот это же тоже x он же тоже равнобедренный да значит остается x минус 1 туда 1 разделить на x минус 1 это те пропорции которые получаются из нижнего лежащего на боку треугольника и они такие же как вот эти пропорции ну то есть это такое сложное судоку да все время у тебя как бы ответ всегда рядом ты должен просто да 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 ну а дальше это то что вот в школе любят да x квадрат минус x минус 1 равно 0 помнишь квадратное уравнение ненавистные да какой уж но вот вот это вот заодно тебя должно тебя должно удивить но это я там использую некоторую формулу которая совершенно не нужно сейчас помнить вот но суть в том что это золотое сечение то самое которое как я понимаю это не очень я не уважаю вообще но именно она является отношением вот этого к этому то есть это понятно золотое сечение а построить это уже довольно просто умея строить перпендикуляр ты можешь построить вот этот вот я бы я бы так сказал дальше дело техники из теоремы пифагора следует что вот такой отрезок будет как раз корень из 5 и дальше там уже фигня остается все сделать и получается пятиугольник это придумал их крит хорошо а если мы возьмем 20 угольник ты просто будешь дольше с бубном плясать 20 угольник 20 угольники вот так построил всюду биссектриса запущу и здесь то есть у тебя получается что пятиугольник это важная штука для начала да да очень все которые 10 20 40 а даже пять простое число она этим важно что а если 6 если 6 то шестиугольник строится так приятно так приялись какой-то уже смотри берешь ради нас там есть где-то геморрой где все скажу все скажу мари берешь радиус раз отсюда снова раз отсюда снова раз и это каста шестиугольник правильный все то что у него у шестиугольника вот этот угол который мы исследовали он 60 они 72 они все равносторонние поэтому шестиугольник это вообще не вопрос а теперь внимание семиугольник не строится вообще никак не то что мы не научились а можно доказать доказуемо то есть существует такая наука которая умеет доказывать что с любым любые две тысячи построения ты сделал 10 тысяч построения ты дел в принципе невозможно построить в полной точности семиугольник правильный а также как ты сказал 11 13 угольник это все не строится 17 строится построил гаусс спустя 2000 лет после эвклида это полная же при этом про это же доказывали что невозможно нет никто не умел ничего доказывать значит доказали невозможность 1830-х годах после голова это вот великий алгебраист человек который перевернул всю математику вернул просто его риск голова вот после него стали уметь доказывать что что-то нельзя построить до этого просто считали что мы пока не умеем или например догадывались что нельзя но не понимали какой инструментарий нужен чтобы чтобы это доказать а он просто дал людям инструменты что вот эти все при проведении прямых и окружности приводит уравнением квадратным не более а чтобы семиугольник построить нужно решить кубическое кубическое с помощью квадратных не вешать вот в книжке там очень подробно это написано вот ну и чтобы еще одну очень красивую картину для показали только на компьютере можно себе будет можно называть до сливой заданной точностью но не нельзя сделать абсолютно сто процентов там везде будет какая-то погрешность засунута а вот еще задача про точечки которые можно расставлять на плоскости вот сейчас нарисую конструкцию я не знаю может быть в дизайне она даже известна сейчас будет 9 точек на плоскость 9 точек на плоскости таких что между ними 18 отрезков равны друг другу все синие отрезки одинаковы ну да всего 36 отрезков если я все старше это будет просто набор на бедных треугольников ну там некий да некий сложный набор каких-то треугольников но значит вот эти вот такие конструкции на самом деле ну там когда есть такая комбинаторная геометрия она задает вопросы вот такого типа как расставить там столько-то точек чтобы как можно больше отрезков друг другом совпадали получается такие всякие красоты вот такие вот симметричные красивые штучки но суть том что например уже там при n равно 40 грубо говоря никто не знает какой ответ хотя задача совершенно детский сад просто совсем детский сад почему почему тематика завораживает ты можешь детском саду еще посмотреть на такую задачу потом всю жизнь о ней думать просто уже как бы ты все игнорируешь там кофе ты пьешь сейчас или чай ты можешь не заметить вот и дальше всю жизнь просто над ней думать до сих пор ничего про нее толком неизвестно при очень больших n неизвестно даже примерно сколько этих отрезков и что компьютер не считает вообще ничего начиная 40 он ничего вообще не мечта пришел не умеет не умеет понимать что значит расставить на плоскости точки там же бесконечно много выборов куда-то ее втыкаешь но какие-то алгоритмы там есть но в целом компьютер здесь не помощник он 0 таких задачах как бы компьютер в карте чего мы сейчас умеем мы все умеет да нифига компьютер ничего не делает там до 30 до считал то есть ты бы сказать что запустить ракету на луну проще чем посчитать абсолютно абсолютно точно гораздо проще ракета на луну стоит там стоит некоторое количество денег которые нужно случае америке утвердить в каких-то сраных парламентах да у нас нужно чтобы лично владимир владимирович сказал что ее нужно запустить дальше будет там потрачено некоторое количество средства она будет запущена а здесь ничего не сделать сколько не приказывай и не построишь семиугольник да это уже анти путинская формула но если бы он призывал каждый не строит тогда но видимо ему шепнули что некоторые вещи нельзя приказывать мое отношение к дизайну состоит том что мне много раз уже сказали в жизни что мне он очень нужен вот ну как бы я занимаюсь тем что я же вот эти вещи там в огромном количестве всем рассказываю и мне постоянно говорят что вот если бы у моего сайта там у моего блога моего внешнего вида там у всего что со мной связано был свой стиль говорят мне да то это было бы там сто раз круче чем сейчас а у меня проблема следующая вот есть люди у которых нет слуха ну вот напрочь нет да им играешь на гитаре какие ноты какие интервалы они этого не слышат говорят что вроде как это неправда что на самом деле все слышат там не все могут сходу воспроизвести то есть есть но ну как бы ну хорошо значит не разработан да 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 есть те кто просто этим не пользуются ну да наверное наверное может быть так я просто не знаю но вот суть то что как некоторые люди сразу там милей фасоль и так далее да вот у меня с музыкой все в этом плане нормально а вот что касается дизайна у меня нету этого вот либо нет этого органа либо они разве то есть я не могу это понять но я уважаю что в ней это говорят что это нужно потому что я понимаю что как бы большинство народу на это смотрит и большинство людей есть этот слух то есть мое отношение к дизайну такое если мне объяснят что мне нужно я готов поминоваться вот вот что-то в этом духе но я я бы наверное хотел понять что красиво что нет то есть там вот заходит жена куда-то да заходит жена со мной мы идем куда-нибудь входим внутрь какого-то помещения она смотрит вокруг и говорит полная бескусица а ты не понимаешь почему да мы только что зашли в другое она там говорила как все тут клево и и правильно и уютно заходим туда где полная бескусица для меня просто одно и то же ну вот я просто не понимаю ну вот один раз накидано как-то кубики другой раз накидано как кубики все у меня вот вот этого просто нет слуха и я даже не знаю ну как бы то есть я не очень понимаю насколько это не мешает в жизни потому что этого просто нет поэтому я не могу сравнить ситуации когда и она есть мы же очень много чего не знаем жизни да есть куча тон тонкостей которые различают люди которые нам вы никогда даже не пытались ими пользоваться мы конечно же много теряем потому что мы с одной стороны никогда не можем прийти к тому чтобы уметь все мы все равно выбираем своей жизни какой-то спектр и мы можем в нем получать удовольствие конечно нет никакого предела совершенствование нет никакого никаких лимитов ты можешь постичь как можно больше вещей потому что в принципе человек такой биореактор который в состоянии постичь почти все что угодно ты можешь в любой области научиться лучше различать что-либо да и от этого будешь получать удовольствие если вкратце чтобы понять как как определять красоту дизайна или как тебе зайти в помещение и понять хорошее оно или нет можно привести просто аналогию например но любой специалист который работает в своей среде с профессиональной у него конечно он знает чем отличается красота от некрасоты в его рабочих документах например то есть архитектор глядя на вот этот дурацкий архитектурный шрифт на чертеже он понимает что он имеет дело с кем-то это как военная дисциплина просто соблюдение определенных правил говорит о том что чувак просто в рамках нормы а если ты вдруг заменил если ты такой взял архитектурный чертеж и сказал я отрицаю вот это все прошлое это все фигня я красивым шрифтом все напишу чтобы было людям простым понятно я исправлю историческое недоразумение ты станешь для архитекторов изгоем потому что ты нарушил очень важные вещи очень важную дисциплину как что-то что делает тебя принадлежащим к этой гильдии ты призрел и поэтому с тобой не захотят общаться ну или бы это будет такое ну как без всякого уважения это ритуальность на самом деле некоторые то есть как вот уже их разлили конечно давайте чёкнули какой-то мужик сидит и глушит водку просто так да ритуал если выложил пиздюлей и выгонят и все ну да то есть это та же самая история это смен то же самое ты определяешь красоту специалистов если ты вот там моряк то ты вот у тебя как-то как нарисованы карты как ты там считаешь исчисления как вот это все то есть ты понимаешь что есть лох который вообще так вчера счете выучил или там с айфоном стоит купить ты его всерьез не будешь рассматривать его не уважаешь разведку тему не пойдешь вот эта красота традиции и красота условности это и есть то что люди как некий негласный язык который они считывают ты заходишь ты понимаешь этот умеет не умеет это круто даже как не знаю как борцы вид там уши сломаны значит свой но то есть какой-то нос Есть код, который люди считывают. И этих кодов бесконечное количество. Есть люди на любых уровнях, может быть, и просто внутри семьи, может быть, какой-то код принят, который знает только пять человек внутри семьи. Есть код, который принят внутри культуры. Но у нас полно таких. Это, собственно, это основа человеческой природы, человеческой сути. Мы все считываем эти коды, мы их придумываем, назначаем их смыслом, они раз во сколько-то времени меняются, заменяются, из этого состоят моды, культура, течение, религии. Это все сгустки смыслов, сгустки кодов. Поэтому красота заключается в том, особенно вот такая эстетическая, когда есть вкус, нет вкуса, да, это суперсубъективная вещь, конечно же, и она тоже меняется с годами. Она обозначает то, что она в данный момент обозначает среди людей, которые условно договорились эти коды считывать или умеют их считывать. Поэтому, когда ты можешь увидеть некрасивую формулу или понять, что чувак не специалист, просто даже по внешнему виду, как он работает с бумагами, как он пишет. Ну да, в математике это по-другому проходит, потому что пока я не увижу, что он пишет, я никогда не пойму ничего. Ну, скорее всего. Хотя нет, 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 нет. Ферматистов я сразу вижу. Вот сходу просто. То есть человек ко мне подходит, я уже знаю, что он сейчас будет меня впаривать. Что-то, что он доказал, там, теремоферма со всем простым методом, или что он построил такой семиугольник. Так часто бывает. Ещё знаешь, что нельзя сделать? Нельзя разделить угол на три равные части. Какой угол? Угол, вот просто произвольный угол. Не какой-нибудь конкретный. Прямой угол можно разделить по 30 градусов, это очень легко. А вот если я просто от балды тебе нарисую некий угол, то нет процедуры, которая бы за конечное количество построений дала бы его вот такую тресекцию. Даже если плясать от прямого? Нет, от прямого, пожалуйста, а вот общей нет. То есть общая процедура такая, что неважно, какой ты нарисуешь угол на входе. Просто если мы сделали такой шаблон с нитками в виде прямого угла, мы его раздвигая или сужая, всегда можем получать, прибавляешь по единичке к каждому углу и получаешь. Да, но там вот проблема в том, что в этом шаблоне будут разрушаться равенства некоторых сторон в отдалении, а равенства достигались тем, что окружности как-то пересекались, они теперь уже не пересекаются. И на самом деле только отдельные углы можно таким образом разделить, некоторый вполне конкретный, можно сказать, точный список. Эта задача напрямую связана с многоугольниками. А произвольный угол не разделить. Даже более того, на самом деле нет процедуры, вот просто совершенно конкретный угол вот такой нельзя разделить, нельзя получить 10 градусов. Вообще, вот сколько ты ни строй, вот эти все прямые, да, окружности. А в чем важность геометрического построения? Почему тебе недостаточно? Мы же один раз все это поделали, это как какое-то, не знаю, как книгопечатание в эпоху интернета. Да, да, ты знаешь, но как ни странно, да, это вот, на самом деле даже в их время были приборы другие совершенно, три сектора, например, угла, да, пожалуйста, зачем тебе цирк-линейка? Они уже тогда поняли, что смысловой нагрузки в задачах о построениях очень много, то есть такой трудной интеллектуальной нагрузки вот при доказательствах того, что... Да, исключительно, это не то, что они там... То есть это никакой практической ценности нет? Нет, нет, только тренировка мозга, то есть это опять же как бы в некотором направлении он тренируется, да, то есть он тренируется понимать там безупречные рассуждения, он тренируется некоторые вещи делать. Там, например, вот я в Сбербанк, там, прихожу, у меня там корпоративные семинары по теории игр происходят. Я не рассказываю, что им нужно делать со своими проблемами, которые у них возникают. Ну, как бы, это сразу у меня, вот я вхожу и говорю, есть понятие завышенные ожидания. Если они у вас есть, ну, как бы, ничего не выйдет. Я сейчас вам просто расскажу про теорию игр, просто расскажу, что это такое, да, там... Ну, да, дальше сами типа придумайте, что будем делать. Да, только так. И я вижу, вот этот, 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 этот сидят, да, им это помогло точно, абсолютно. Они у меня не спрашивают, а вот я вчера разруливал конфликт, а разрулите за меня этот конфликт. Нет, что ты, Алексей, да нет, естественно, нет. Не, ну, просто теперь понятно, да, более кругозавар, да, расширился. А иногда подходят, говорят, что-то мы не увидели, как наши конфликты разруливать. Наверное, мы зря здесь были. И такое тоже бывает, да, я говорю, ну, тогда, конечно, зря. То есть, это та же с дизайном, да, то есть, поставьте мне задачу. Вот ты говорил, если дизайнер говорит, поставьте мне задачу, он не дизайнер, правильно? Ну, как бы, да, по сути, плохой дизайнер. Не, наоборот, почему? Дизайнер как раз это решатель задач. Сейчас, подожди, тогда я неправильно понял. Ты говорил, что сами себе будут в результате все ставить, вот они вот как бы выучатся и... Нет, это в смысле вообще развития. Ну, да. То есть, он сам будет повышать свой уровень. Да, да, да. Конечно, это здесь нельзя ему повысить уровень специально. Его можно повысить уровень, проведя его через задачи. А, нет, нет, все, я понял, это немножко другое, да. То есть, ты показываешь ему, что ему нужно сделать, какое... Ты просто даешь ему работу, и пока он... То есть, это примерно как с этими упражнениями. Ты когда поделаешь вот это, у тебя, естественно, ты выйдешь на новый уровень. Ну, да. У тебя будет в голове инструментарий, который раньше был тебе недоступен, или ты им не пользовался, который позволит тебе подходить логически. Вот именно так. Это именно так. Это не прямое применение, никогда не прямое. То есть, вот много книг про прямое. Вон она, математическая составляющая, которая вот здесь стоит. Это книга по прямое применение математики. Есть книга «Кому нужна математика?» Нелли Литвак и Андрей Михайлович Шригородский. Там тоже написано, как математика позволяет проводить аукционы, как математика позволяет в интернете составлять алгоритмы поиска, как действует математика рекламы, выдачи вот этой всей подсказок, математика компьютеров, математика машин. Самолетов. Но на самом деле математика, она красива внутри себя. То есть, она как бы, это что-то про голову нашу, про то, как она работает. И вот книжка про голову, это именно та, которую я тебе подарил. Там не будет никаких применений. Там будет вот математика, как она есть, и все. И если она тебе понравится, у тебя могут возникнуть, может быть, даже какие-то новые дизайнерские идеи, хотя в этом я не уверен. Ну, из любого знания получается дизайнерская идея. Ну да, просто как-то. Но смотри, у меня как раз, вот мне гораздо интереснее практические задачи и практические проблемы. Потому что я в них, я как раз могу найти, я каждый раз изобретаю новые инструменты решения этой задачи. И у меня нет никакого предела. Я не то, что пользуюсь только этим набором. Потому что я считаю, что это слишком большое ограничение. А, тебе не нравится, что здесь только цирк или линейка? Ну, грубо говоря, да. Я бы сразу использовал там все остальное. Или просто в уме бы крутил. Есть миллион способов. А именно поэтому я не люблю шахматы. А, а фишерские шахматы ты любишь? Это какие? Это которых перед началом игры фигуры от ладьи до ладьи случайно расставляются. Это интереснее, конечно. 8 факториал, то есть 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, иными словами, 5 тысяч 40 разных вариантов расставить. Понятно, что выучить дебюты в каждом из 5 тысяч 40 вариантов никто не сможет. И я бы вообще, если честно, когда я узнал про фишеровские шахматы, я вообще не понял, зачем играют обычные. Конечно. Обычные тут просто, сколько у тебя хватит усидчивости выучить комбинации. Офигенно много дебютов, да. Просто я бросил на первом разряде, потому что я проигрывал любому КМСнику сразу на 5-й, 6-й ход за счет того, что та комбинация, который я разыгрывал, уже известно, что устарел, и ее можно разбиться. Поэтому, мне кажется, это дико скучно. Интереснее, вот это, конечно, гораздо веселее. Вот. Но там, да, там эта-то теория, она так, как бы, она закрыта, но там начинается, а если этот рефектор возьмешь, там новая алгебра совершенно. Это все алгебра. Вот что интересно, что доказательство о том, что чего-то нельзя, она всегда проходит через некоторые жуткие алгебрические конструкции вот с этими буковками. А, Б, Ц и так далее, там с формулами. Ну, значит, если еще А, Б, Ц, когда можно потерпеть, когда начинаются такие серьезные формулы, где уже там какие-то скопки уже... Ну, это сразу же нельзя понять, потому что все равно это нужен язык. То есть это как бы нужно понять, что он имел в виду, когда он их вводил, вот почему. Или он какой-то конкретный воспользовался там. Ну, например, при... Знаешь, для меня это примерно, как у военных, все в аббревиатурах. В аббревиатурах. Они почему-то считаются, что вот у военных все должно быть заббревиатуризировано, если какие-то из них даже попадают... Ир, П, Скоп, да-да-да-да... Нет, у них просто любой предмет даже называют. То есть у них будет там не стакан бумажный, а там С, Б. Ну, то есть они сразу моментально все превращают в формулу словесную, и это бесконечное количество. Да. И причем не только в английских, в американских военных ровно то же самое. Наполовину математика такая, но другую половину там это просто сокращение количества выраженного смысла, потому что иначе получать выражение ни один куб в сумме с другим кубом не дает третий куб, ни одна четвертая степень в сумме с другой четвертой степенью не дает еще одну четвертую степень, и вообще никакая данная степень числа при сложении с какой-то еще степенью числа не может дать еще одну такую же степень числа. Я написал великую теорему Ферма, сейчас проговорил. По математике она звучит вот так. Ну, как бы ясно, что все-таки удобнее так. То есть это как бы вопрос привыкания, что ты привык к некоторым вещам. То формулу, которую ты привел в ЖЖ, я посмотрел на нее, это очень нехилые дифференциальные уравнения в частных производных, которые там проходят на третьем курсе мехмата МГУ, и безусловно, до того, чтобы в принципе даже попытаться их понять, нужно очень много лет, и ничего удивительного, что хочется ее пропустить, сразу нет. То есть это как бы язык, который был очень долгое время разрабатываем, но они относятся к движению, например, к сплошной среде. То есть воздух там меняется, вот ветер, ветер дует. На самом деле все совершенно реальность. Ты смотришь, как дует ветер, вот он там, ты должен просчитать, по какой траектории летит самолет. Если ты чуть выше, ты там сильно больше бензина потрастишь, потому что в тех слоях там ветер дует вот так, а здесь вот так, ты должен там... И вот когда ты выбираешь оптимальный путь, тебе нужно перебрать все возможные пути. Для этого тебе нужно ввести координаты, по которым он будет лететь. И они будут меняться со временем, то есть они будут функциями. И вот у тебя уже эти x от t, y от t, z от t с тобой. Ты никуда от них не денешься, потому что ты выбираешь из них путь. Потом ты их дифференцируешь, потому что ты смотришь, с какой скоростью меняется что-то. То есть она как бы абсолютно естественна, но она сложна. Ее не предполагалось, что сразу можно понять. Это не то, что ты мне взял. Вон Фрунзе написано. Я сейчас сниму вот эту вот книгу, открою, буду читать. И буду в принципе понимать, что там написано. Какой-нибудь дядя Вася, пришел какой-нибудь тетя Маша, написано в книге про Фрунзе. Ну или еще что-нибудь. Но будет понятно. По крайней мере, о чем идет речь. Я не буду понимать контекста, отношения этих людей. Но что они делают, будет понятно. Формуле не так. То есть формуле как бы закодирован смысл, и коды очень много лет подряд сокращались. Есть такое, что ты открываешь математическую книжку, а там внутри все формулы, и ты ничего не понимаешь. Разумеется, большая часть книг так устроена для меня. То есть как бы открывая книгу по начальной алгебре, я могу понять большую часть. Но открывая книги по алгебрической диаметрии, например, это уже там сильно следующая ступень, я не понимаю практически ни бельмеса. Иногда я понимаю общий контекст. То есть если ты сядешь и будешь читать, тогда ты поймешь смысл. А если так, то это для тебя тоже как и меня. То же самое, да. Филькенограмма там. Абсолютно. Не, ну там вот теорию категории практически не понимаю. А всякие там нынешние эти производные категории, какие-то триангулированные категории, все эти пучки, резольвенты, спектральные последствия, нахрен вообще не понимаю. Хочу очень понять. То есть я планирую это все понять. Но для этого мне нужно время, кстати. Да, у меня очень много целей. У меня в этом плане как бы... Я не успешен, в том числе, потому что я не всю математику выучил. Вот это точно. Вот это могу точно сказать, что. Вот здесь я могу сказать, что я не успешен. Я вот это вот... Вот она доказана в 1094 году. Доказательства я не понимаю. Не понимаешь? Нет. Я начал в нем разбираться. Я изучаю эллиптические кривые, связанные с ним. Мне нужно бросить все года на два, чтобы ее разобрать. То есть были люди, которые поняли при этом? Тысячи человек примерно в мире понимает. Ты можешь написать, сколько было сумасшедших, которые говорили, что они доказали, сколько они потратили сил, выпили соков из всех остальных? Миллионы. Чтобы люди прочитали, что там хрен разберешься, да, еще? Ну, обычно их посылают в задницу. Плохо было в советское время. Как происходит на человека, почему у него прочитали? Он сказал, что, блин, точно пацана не жил. Потому что его учителя знали, что он гений, и очень жалели, когда он ушел из науки, как им казалось. А он не ушел, он уехал на Тачу со своей семьей, с женой и с тремя детьми, и жил там 7 лет, и доказывал теремофирма. И когда он сказал, что он доказал, ему уже поверили, потому что он был гением изначально. Ну, скажем так, он же как сказал? Он говорит, дайте мне три лекции, на математическом конгрессе Королевского общества в Англии. Королевское математическое общество. Вдруг выплыл через 7 лет и говорит, дайте мне три лекции. Я вам скажу что-то очень интересное. Ему поверили и дали. На первой лекции пара человек сказала, по-моему, он клонен к великой тереме фирма, но мы пока не понимаем. На следующей лекции понимал человек 15 уже в конце, что речь пойдет о тереме фирма. И на третьей прислали уже журналистов, видео, там все это было прям вот, все заснято в онлайн режиме, как он это доказывает. Но потом была досадная ошибка и исправление в течение полугода. А вначале кто-то увидел эту ошибку? Вот прямо в процессе лекции нет. А вот когда он дописывал статью, он же сам ее и обнаружил. И он там был на грани полного фола вообще. Полного. Но потом он взял себя в руки, пригласил какого-то аспиранта, и вдвоем они за полгода довели все до ума. И это 130 страниц для тех, кто очень хорошо знает алгебрическую диаметрию. То есть не для меня. Для меня примерно 300-400 страниц до нее. Но это 300-400, знаешь, каких, это каждую страницу я там, ну в общем, день. Я думаю, что за два года я ее разберу вполне. Если бы у меня было два года, то через лет пять появился бы курс Саватеева «Доступна в Великой теореме фирма». Но вот мне нужно как бы два года, чтобы разобрать еще сколько-то лет, чтобы привести ее в вид, в котором я действительно могу ее изложить другим. Но на данный момент нет, этого нету. Но мы еще и не доехали, еще 46 лет. Я считаю, что высшее образование нужно для врачей, инженеров, как билет в клуб, да? Летчиков и архитекторов. Как билет в клуб или как суть? Нет, нет, как именно, есть лицензируемые профессии, где очень важно именно определенный набор знаний, есть сертификация, проверка и так далее. Ты не можешь просто так оперировать, потому что тебе кажется, что тебе хорошо удается. Понятно. Общество должно тебе дать ярлык на это. Формальное образование здесь именно важно. Ты должен пройти через все эти стадии. Ты не можешь просто своими догадками пользоваться. Травками лечить можно и без высшего образования. А хирургия невозможна без высшего образования. А все остальные, там, дизайн не надо учить. А философия нужна или нет? Чтобы быть хорошим философом? Нет. Нет. Конечно, нет. И журналистам тоже, видимо, совершенно нельзя. Вообще, совсем. Вообще, все, что... Любые гуманитарные такие профессии, не надо писать стихи, закончив университет для писателей стихов. Это же... Есть ли такой, да? Это же бред. Литературный институт же есть. А здесь вот и есть. Да. Совершенно точно не нужно. Да, тут, наверное, я как бы... Ну, я просто про гуманитарные ничего не знаю. Я могу сказать, что про математическое... Не сама справка, как бы, нужна. Нужен тот набор знаний, который дает это высшее образование. Ну, как бы, в математике... Ну, если справка из приличного вуза, то означает, что тебе дали этот набор знаний. Ну, скажем, справка из, там, какого-то засранского, там, университета, ясно, что ничего не даст. Причем здесь не нужно считать, что это обязательно российское явление. Это, как бы, всемирное. То есть плохой университет, там, какой-то нижней декады, ты можешь получить справку, но на самом деле реально ты не будешь образованным человеком. Ты не будешь... Это я всегда говорю, что математиков гораздо меньше, чем докторов физмат-наук. Ну, по факту это так. Потому что человек, который не может... Ну, там, вот, человек, который называет себя математиками, даже защитил докторскую, но при этом он не справляется с какими-то вполне тривиальными детскими, школьными задачами, потому что это не его область, это полный абсурд. Я всегда так говорю, и очень многие обижаются, говорят, ну, это же не моя область, почему я должен был сразу понять. Но, как бы, там требовался тоже только совершенно абсолютно базовый уровень понимания математики, конечно, он должен быть. То есть образование в математике, несомненно, это все-таки эрудированность в очень многих ее областях и свободное обращение. И из хороших вузов в этом смысле диплом означает, что ты его имеешь. Тут есть группа в Москве, группа Дмитриева называется. Ходит там по полтиннику, в общем, если пешком, где-то 45-50, а если на лыжах 60-70, и у нас даже есть 100 км за один день раз в год. Гонка. Я стараюсь участвовать, если не очень холодно. Если холодно, я на сотню не выхожу, но так я каждую субботу стараюсь ходить либо с ними, либо отдельно, полдня с женой, полдня потом сам. Ну, минимум для меня, вот минимум, если я за день в течение недели не прошел ни разу за день 50 км, это означает, что у меня ничего не будет работать. Ни мозги, ни тела. 50 км в день? Да, обязательно. Сколько часов ты идешь? Каждую неделю. Ну, там, с 8 до 6. То есть выделяешь целый день, чтобы с 8 до 6 до 6. Обязательно, да. Обязательно. Один день неделю 100%. Если я пропускаю субботу, ну, обычно это суббота, у меня такой, типа, шабата, так сказать, вот совершенно конкретного вида, да, то есть, это движение. А тебе не скучно? Никогда. А ты маршруты выбираешь, меняешь? Или ты по МКАДу там идешь, или как? Ой, не, 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 только по лесам. Не, 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 только в лесах. Нет, во-первых, значит, большую часть суббот я хожу с группой, вот, с группой Дмитриева, и там маршрут просто есть, он у всех вкачан, ну, у ребят на этих самых, вот, на современных, а я распечатываю на цветном, этом сам струйном принтере, и там такая красивая ниточка маршрута нарисована, да, ну, а на местности уже компас я, как бы, вижу. Ну, и потом я иду с кем-то обычно. А ты, когда идешь, ты там телефон смотришь, или что? Не, не, только вот эту карту, вот она, карта. Ты просто идешь 50 километров по карте с компасом. Да, ну, часто за кем-то, то есть, часто с кем-то иду рядом. Ты разговариваешь? Разговариваешь в этот момент. Ну, вообще, если честно, идеал для меня, чтобы я один вот совсем был весь день, но так не получается всегда, все-таки, если я один, это значит, что маршрут, ну, как бы я, если я с картой прокладываю свой собственный маршрут, то у меня 50 не выходит, потому что я постоянно думаю о том, куда, где повернуть. Выходит 40, это мало. Если я 40 прошел, у меня не, ну, не нагружены, короче, это, я потом неделю не смогу нормально работать, у меня будет какая-то апатия. Вот, а если я иду 50, я обычно, если один хожу, я иду по своему какому-то из маршрутов, кучу, я тут накрутил, в Латинный остров, Измайловский парк, я живу у Измайлова, и там просто вот эти все леса огромные, да, они все мои. Я все наизусть там просто, вообще, без всяких хожу. Иду, иду себе там, я на каждом повороте я примерно представляю, там, и там. То есть там я просто фигачу. А если с группой, то бывает так, что осенью я иду с кем-то, тогда приходится говорить. Мне идеально просто не говорить. То есть мне идеально, чтобы я один провел этот день в пути. На лыжах отлично. Как только выпадает снег, на лыжах ты идешь по лыжне, ты можешь идти один, ни о чем не думая. И вот на лыжах мы ходим 60-70 каждый раз. И если я их не выходил, это очень плохо. А вообще в неделю я прохожу около 100 километров. Это вот норм. Если 100 километров я за неделю прошу, все хорошо. Окей, а у меня просто 10 тысяч в день норма шагов. А! Это примерно 10 километров. 8-10 километров. Да, ну на самом деле то же самое. Ну это просто каждый день. Я не могу себе представить, как я один день пройду 50 километров, я сдохну. Ты просто каждый день много ходишь. Да. Ну это другой стиль, да. Но это тоже совершенно, мне кажется, что это, если бы у меня была другая, как по-другому организованная жизнь, то она была бы, возможно, и такая. Важно именно, чтобы очень много было движения. Два часа от ходьбы получается. Но у меня нет, у меня вот эта ударная нагрузка, у меня даже вся неделя так устроена, в понедельник, вторник я еще весь на этим сам, на кураже от этого. Ты видишь, что ты слишком системный. А я считаю... Да, у меня... У меня это совершенно другая религия, я верю в фрагментацию, считаю, что это самое великое для меня изобретение. Как только я понял, что все книжки, вся литература построена на том, что тебе объясняют, как надо как можно больше времени выделить для того, чтобы заниматься какой-то одной задачей. Вплоть до того, чтобы уехать на 7 лет в лес и решать теорему фирма. Я бы точно... Абсолютно по-другому, да? Вообще. Я понял, что это абсолютно ложный принцип для меня. Наверное, есть люди, которым это пока, им это надо. Мне не надо. Я дико фрагментированный, и я просто поменял свое отношение к этому, и вместо того, чтобы считать, что я больной, или у меня проблема, или у меня отсутствие внимания, и тогда я просто... То есть, это норма. У меня такая норма. Я все фрагментирую. Я могу чем-то заниматься 3 минуты, а потом перестать этим заниматься. Все, понял. Я понял, да. То же самое. Я не могу выделить 8 часов на ходьбу. Могу в течение 2-х часов, причем я еще это с чем-то совмещу. То есть, фрагментация и накладки. Обязательно должно быть 5 дел на рейвинг. Вот, да. Тут у меня все наоборот. Я всегда иду с мобилой. Я научил, у меня есть лидар из жопы, который смотрит вокруг, чтобы я там в люк не упал. Я просто иду и читаю. Без основного. Если просто буду идти смотреть глазами, я сойду с ума. А если я хоть чуть-чуть почитаю хоть что-нибудь на ходу, меня начинает тошнить. Ну, у меня так устроен этот вестибалер. А я иначе не успею получить эти знания. Круто. Потому что когда я дойду туда, куда я иду, там будет дело, я не смогу прочитать. Да, круто. Круто. Постоянно, все время идет апдейт. Или общаюсь с кем-то. Я специально придумал программу, я просто гуляю с людьми, назначаю точку старта и вот эти свои 2 часа отгуливаю, чтобы мне было не скучно. Я знакомлюсь с новым человеком. Здорово. И у меня такие беседы про гулы. Да, у меня вообще все иначе. Я все время мечтаю о том, чтобы я там большое время провел один. Для меня самое большое счастье это уехать на дачу. И еще желательно вообще даже переночевать там. Но у меня сейчас такая ситуация, что я слишком много уезжаю и уже еще напрягать жену тем, что я еще и буду ночевать где-то не там, она уже не очень поймет. Это мне дорогие семейные отношения, что они нормальные такие, без напрягов. Поэтому я так не делаю, но в целом я дико люблю быть один. Вообще один. И если я могу именно один идти все субботы, это вообще полный кайф. То есть у меня на этом... Да. А Райгородский, он говорит, у меня нет времени на твою физкультуру. Я выпил бутылку вина, и вот я через 10 минут уже отдохнул. Все. Ну, я его тоже понимаю. А я не пью уже почти 7 лет. Тоже там сильно злоупотреблял. А ты знаешь, я как-то первые там сколько-то лет оно догоняло и кусало меня все время. Кусало постоянно за душу, за разные места там. Вот. А сейчас оно перестало кусаться. То есть оно ушло куда-то. Оно вот это начало, да, змеиное, оно куда-то ушло. Но он меня сильно, он меня сильно потрепал. Змеи. Я не умею останавливаться. Мне надо было упасть под стол обязательно. Ну, просто в обязательном порядке. А до этого куролесить. То есть так, чтобы было реально слышно все округи там на километр вокруг. Чтобы все знают, что здесь пьет Саватеев. Это была как бы задача. Пьяная математика, конечно, интересное зрелище. Вот. 23 марта 2013 года поставил точку на неопределенное время. Ну, то есть там, типа, когда жена разрешит? Скорее всего, никогда. Ну, я... Разобраться в теореме фирма великой. Ну, не на ближайшие 10. Я на всю жизнь ее поставил. Ну, объездить все регионы. Тоже не 10 лет, но вообще. Не на ближайшие 10. На жизнь. Разобраться в доказательстве великой теоремы фирма. Объездить все регионы. А у меня больше нет, пожалуй. Все. У меня больше нет. Я завершил. А, Эльбрус. У меня какой-то дурацкий гештальт есть. Я не знаю, зачем он мне нужен. Но почему-то я должен зависеть на Эльбрус. Ну, наверное, когда я просто сделаю это и забуду о нем. А у меня, наверное, одна глобальная задача, которую я начинаю решать, это все, что касается профессии, научиться открывать следующие горизонты нового. Каждый раз же ты открываешь, в общем-то, в одной и той же области, решая одни и те же задачи, ты постепенно просто вот сознание все шире и шире и шире, как такая воронка обратная. Да, да. Ты постигаешь то же самое, что ты знал вчера, только по новому, и оно тебе дает возможность посмотреть на мир еще. И в этом открытии я понял очень важную вещь, что, ну, жизнь уже короткая, то есть половину ты прожил, соответственно, не так много осталось, мне хочется за остаток. Тебе 43, да, должно быть, 44? Мне 44 с половиной. А, да, правильно, мне 46 после, через 4 дня, да, правильно, полтора года. Да. И я понял, что надо отказаться от стилизации, потому что это просто повторение того, что делали другие, и оно бессмысленно. Это самый дешевый пропуск в профессию. От чего? От стилизации. А что это? Ну, стилизация, когда, например, ты просто делаешь ресторан в египетском стиле. А-а-а. У тебя есть набор узнаваемых образов, есть там фараоны, есть иероглифы. А, понятно, понятно. То есть человек, да. Тебе не надо вообще думать, ты просто берешь этот конструктор, из него делаешь, и у тебя, получается, ты можешь стилизовать а-ля, там, викторианский стиль, или хочешь, там, Прованс, или хочешь скандинавский стиль, или под Японию. То есть любой дизайнер может просто беря эти, просто прямо из книги ты открываешь референсы и просто фигачишь подряд, вообще не думая. Ты можешь делать все, что угодно. Но это абсолютно бессмысленно с точки зрения творчества, потому что это как раз просто повтор из готовых шаблонов. Это как клип-арт. Вот я вместо того, чтобы делать клип-арт – это набор заранее заготовленных картинок – я делаю свои картинки, которые, у них нет никакой, никакого источника, кроме моей головы, и это бесконечное количество раскруче и сложнее, и у большинства дизайнеров вообще они не понимают, как это, потому что они привыкли, вот клип-арт, вот список шрифтов, и вот результат. Они просто комбинируют. Ты из головы просто даешь, вот голове ход, и все. Да. Я просто полностью отталкиваюсь от любых исходников, которые где-то есть. Я запрещаю дизайнерам пользоваться референсами. И сам никогда не пользуюсь. То есть я не открываю примеры для того, чтобы понять, куда я свою новую задачу впишу среди этих примеров. Мне просто это не важно. Все абсолютно с нуля. И это очень сложно. Это как раз интеллектуальная задача. И очень мало кто – я вижу вокруг примеры дизайнеров и дизайнов, которые постигли это дело, которые делают, не опираясь ни на что, не стилизуясь и не цитируя. Потому что есть в творчестве такой тупик интеллектуальный, когда считается, особенно, знаешь, среди киноведов. Они такие – вот в этом месте он процитировал, у него, смотрите, вот здесь приборная панель Мерседеса – это отсылка к фильму 1953 года, где там Джеймс Бонд. Вот у него тоже была такая приборная панель. И что? А в чем ценность, что ты процитировал? Ну и что? Все на свете можно процитировать. Какой смысл в том, что ты это сделал? Это отсылка к тому-то. Зачем мне отсылка? Сделай новое. Сделай такую вещь, которую мне захочется потом процитировать. Вот это вот самое… То есть это, если говорить простой формулой, то мемы надо создавать, а не репостить. Да-да-да, а, отлично, да-да. Клево. Поэтому я создаю мемы. Ты создаешь мемы. И все, это как бы то, чем ты будешь заниматься, по сути. Это меня полностью загрузит, да. Ну и я из этого придумываю технологию, потому что дизайн – это тоже технология. Ну ты и раньше создавал вот это вот зачеркнутое слово матерное. Это просто… Это просто… Позволь выразить респект величайший, да? Да, но это еще не технология. Технология – это вот там программа экспресс-дизайн, которую я придумал. А. Где мы уже там почти 300 работ по ней сделали. Просто мы делаем всем быстро, четко и, самое главное, не рассуждая. Выгадать чужой стиль и сделать его, да? Нет, ничего не надо угадывать. Или просто… Просто делать стиль на заказ. Просто это стоит 100 тысяч, и я понял главную проблему вообще во всей творческой индустрии – это проблема, что люди тратят все время на обсуждения. Они сидят в переговорках и обсуждают, и с заказчиком все это из пустого в порожние переливают. И это занимает… Это самое дорогое. Это занимает все деньги, все время и так далее. Я понял, что если этот компонент убрать, то останется… В общем, дизайн делается достаточно быстро. И поэтому я объявил такую программу – 100 тысяч рублей. Ты говоришь, как называется там компания. Это специально для бедных причем. То есть я… Компания, у которых есть деньги, я это не предлагаю, потому что платите нормально. А для ветки, если ты кофешоп, или ты барбершоп, или ты там просто какая-то одинокая швея, я тебе сделаю логотип за сотку. Но ты не можешь вообще обсуждать. То есть то, что я тебе дам – это и есть работа. Ты заранее подписываешь договор, что никаких претензий быть не может, вообще ничего. Ты просто получаешь… Я отвечаю за то, что это хороший дизайн. А ты до этого просто изучаешь, чем она занимается сам, да? Да я ничего особо не изучаю. Просто она пишет там, у нас кофешоп, мы открылись в Омске на главной улице, и называемся вот так-то. Все. Какая разница? И все, да? Тебе ничего не надо знать. Просто графический дизайн – это такая вещь, где любой образ может означать все, что угодно, буквально через пять повторов. Ты просто увидел, пять раз это встретил, и все, он у тебя в голове лег в нужный укол. А-а-а, то есть уже даже эта вся предыстория ее тебя просто не волнует. Ты создашь ее будущую историю. Потому что вот она волнует людей, когда они начинают, типа, а достаточно ли мы правильно интерпретировали наши пожелания? Вот мы очень хотели быть молодежными и прогрессивными, а где у вас молодежность и прогрессивность в вашем дизайне? И начинается это, да? И начинается. Нет, переделать мне, ну давайте еще попрогрессивнее, нет, давайте помолодежнее. И это пипец, как много времени занимает. А я этот компонент просто убрал. И эта технология у меня реально получилась, реально куча людей пришла, и это… 300, да, заказов? Да. Это, понимаешь, получилось так, что это еще в дизайнерском сообществе тоже заметили, потому что сложно сделать что-то в дизайне, что люди бы обсуждали или как-то обращали бы внимание. Там область такая, в этом смысле, ну, тяжелая, как шоу-бизнес. Очень много людей… Прорваться туда, когда слишком много людей этим занимаются, тебе очень сложно как-то на этом фоне выделиться. А здесь сработало, получилось. Круто. Так что будут новые технологии, с помощью нового дизайна, новые технологии. Да, все понятно, все понятно, здорово. Да, ну и книжку твою прочитаю. Да, давай, давай, слушай, это будет вообще супер. Но потом можешь честно сказать, что ты о ней думаешь, то есть абсолютно честно. Потому что тут, как бы, мне нравятся любые отзывы, отрицательные тоже нравятся. Тут прислал один человек. Я не понимаю, зачем… Я все понимаю. Ну, в принципе, я читал, мне даже кое-где было очень симпатично читать, но я не понимаю, зачем решать вот эти задачи, зачем их ставить. Зачем… Другое дело, вот проблема, почему там у меня вечером, воскресенье всегда ностальгические какие-то воспоминания. Вот это я понимаю, проблема. А то, что там можно или нет поменять пятнашках две местами, я не понимаю, зачем этим заниматься. И это очень прикольно, мне так он посмешил, я его даже в Facebook выложил, вот это вот. То есть я буду рад любому, даже если ты его просто в пух и прах там разнесешь эту книгу. Я не обижусь нисколько, никогда не обижаюсь на критику, вообще никогда. И, так сказать, вот так что… Напиши честно все, что ты про него. Пятнашку уже меняли две штучки для того, чтобы выигрывать в парке Горького у лохов деньги. Ну вот там, да, там нельзя поменять. Если ты вот так поменял, то нельзя. Нет, в смысле, можно, люди специально меняют, потом говорят, давай реши пятнашки. Ну да, да, да. Типа сто рублей заплатим. Ты за три рубля пробуешь, и они как-то целый день собирали в парке. Вот там доказано, да, почему это нельзя. Просто ты не можешь знать, поменены они местами или нет. Это да, да. А там 50 на 50. Но они-то знают, те, кто делают, естественно, знают, что… Спасибо, Тема. Огромное. Давай, круто. Двадцать восемь лет спустя. Двадцать восемь – совершенное число. Это хорошо. Ты простёшь, что это. Спасибо.